У Петрикове снова открылась авиаслярная база. Старый дом, который находится в аварийном состоянии, снесли, а на его месте побудовали новый. Со спортсменами встретились наши корреспонденты. Решение об взносе домов 80-х годов минулого 100-го года было принято после его обследования специалистами Белорусского государственного университета транспорта. Вердикт для дальнейшего использования непридатным. С оликом разборения подморку проблемных дахов и перекрытия в таком стане, будинок простоял бы максимум 2 года. По этой причине у Гомельского областного объединения профсоюзов, которые являются владельниками авиаслярной базы, приняли решение старый будинок снесли, а на его месте открыть новую базу. Для того, чтобы не останавливать учебно-тренировочный процесс, была сделана плавающая база. Летом дети все занимались. Зимой у нас заключен безвозмездно вопользованный договор. Стадион вновь введен в эксплуатацию. Новый будинок Петриковской авиаслярной базы, отповидая усім потребованиям гигиены и безпеки. До его открытия были 10 новых лодок. А про то, Министерство спорту подарило сертификат на 5000 рублей. На это сроки будут закуплены авиаслярные тренажеры. Зараз тут постоянно займаются 60 человек, но есть подставы мерковать, что после завершения ремонта эта личба повеличится. Тем более, что тут мощный тренерский состав, который подрихтовал 10 мастеров спорта и 2 мастеров спорта международного класса. Иншая справа, что для того, чтобы достигнуть таких выников, нужно очень много заниматься. 9-ти годовый Максим Протасевич наводил всего год, но уже добро ведая, что такое веслование. Когда куляешься, нужно лодку тянуть на берег, потом выливать. Бывают такие моменты, когда ты не можешь удержать лодку в равновесии и куляешься. Но когда куляешься, то страшно. До открытия авиаслярной базы в Петрикове примерковали першинство гомельской специализованной детячей юнацкой школы Олимпийского резерву по академичным веслованиям. Для некого перемога на этих споборництвах станет первой у спортивной карьеры. Для некого это махчимость реально оценить свои силы и дальнейшие перспективы. На одном запошенных посаджением Совета по развитию физичной культуры и спорт Украины СНД, Минайтове слова не было названо белорусским национальным видом спорта. А тому об чемпионском титуле у им марать многие. Наверное, где-то в генах у наших сидит то, что мы всегда пользовались водой, как и транспортом. Поэтому я говорю, что у нас 100% гребли – это национальный вид спорта. А это подтверждается сегодняшними результатами. Вы же посмотрите, сейчас проходит чемпионат Белоруссии в Минске на Заславле. Восемь чемпионов мира, взрослых и юниорских дисциплинах выступают сейчас на чемпионате Белоруссии. Где такое возможно? В каком виде спорта?